Зима в самом разгаре. Если вы еще не успели подготовить свой приусаденный участок к непогоде, поторопитесь, у вас есть еще немного времени. Ни для кого не секрет, что южные растения не любят суровый холод и попросту могут замерзнуть. Поэтому их нужно утеплять, а для этого есть несколько способов с помощью мешковины и агроволокна, а также листьев и хвойных веток. Здесь вот показан метод укрытия хвойной лапкой поверху и листвой, и сверху хвойной лапкой. Здесь хвойная лапка, как бы такой удерживающий элемент, чтобы не разметалась листва за зиму, вот это ветрами и вот непогоду. А тут в основном только листвой. Лапка держит просто эту листву. Листва, особенно если ее много, не дает промерзать почве. К примеру, если на улице температура будет минус пять, то под листвой не больше нуля. Роза, наверное, самый популярный цветок, растущий на многих приусаденных участках. Самое главное, говорят специалисты, это сохранить место прививки розы и не дать ему замерзнуть. В наших краях эти цветы бывают трех видов. Плетистые, которые на зиму нужно окучивать, кустовые, накрыт земляным холмом и штамбовая роза. У нас очень тяжело растет в нашей зоне, потому что узел прививки находится на высоте. Это штамбовая роза. Штамб это стволик и сверху привит куст розы. Высота этого стволика может быть от 50-70 до метра, метр восемьдесят быть, ну, в зависимости от того, на какой высоте привили. И эту вот часть привитую на высоте, например, метр, метр восемьдесят или метр двадцать очень тяжело сохранить. Нужно укрыть даже простой ветошью. Сам куст обрезает, где-то двадцать-тридцать сантиметров должны остаться веточки. Между веточками, где прививка на дикарь, на шиповник, это место нужно заложить или скомканными листами бумаги, ну, газеты старые, или ветош какая-то, какие-то старые вещи, какие-то, ну, ветош какой-то. Затем веточки связываются, ну, делается более мелкий такой, более компактный, как, ну, по объему гост, и затем оборачивается агроволокном. Что касается деревьев, то в наших краях большинство из них морозов не боятся. Но если в вашей коллекции имеются южные экземпляры, такие как лавр, японский бересклет или другие, позаботьтесь об их зимовке. Здесь мы видим укрытое агроволокно, вернее, даже не укрытую, а обвернутые стволы и основные вот такие скелетные веточки у альбицы линкаранская. Это южное растение, которое вообще желательно садить лучше весной, чтобы оно успело хорошо прижиться до осени. Первые два-три года нужно укрывать немножко или окучивать, как мы делаем, или вот как мы сделали, укрыли лапкой камлевую часть, то есть часть приствольного круга. Сам ствол и низ крупных веток первые пять-семь лет тоже лучше обворачивать. Тоже обворачивать можно чем угодно, мешковиной, агроволокном, ни в коем случае не пленкой, агроволокном, какой-нибудь ветошью. Если неправильно укрыть агроволокном, то растение может запариться, особенно это касается хвойных и вечно зеленых. Это же может случиться и в том случае, если, к примеру, с дерева забыть его вовремя снять. Делать это нужно примерно в феврале. Любопытно, что растения зимой страдают больше не от мороза, а от ветра, говорят специалисты. Здесь мы укрываем кипарис вечно зеленый, который те, кто отдыхал в Крыму, видели эти кипарисы. Вот этот вот один кипарис, который не укрыт у нас уже 4 года, вот он очень хорошо себя чувствует, потом агроволокном укрыто, затем укрытый мешковиной, и один из них будет укрыт еще сверху агроволокном, мешковина плюс агроволокном. Мы изучаем таким способом, каким лучшим методом эти кипарисы, которые выдерживают до минус 17 и не больше, ну как бы по литературным источникам. Мы вот так вот испытываем и таким образом мы показываем вам, как можно укрыть растение. У некоторых на приусадебных участках растут такие экзотические деревья, как инжирная, гранатовая или хурма. Не забудьте на зиму их тоже утеплить. Специалисты рекомендуют делать это после первых заморозков с температурой примерно в минус 5 градусов.